Здравствуйте. Я, как всегда, столкнулся с новой ситуацией, и на этот раз она прямо из соцсетей. Дэвид, знакомясь с девушкой из России, словно магнитом притянулся к ней и приехал к нам. Что из этого вышло, я расскажу, прочитав вам переведенное сообщение. Привет, друзья и все, кто читает меня сейчас. Я из Флориды, и я весь в интернет-знакомствах. Я работаю в IT-сфере, благодаря чему могу работать из любого уголка мира с интернетом. Я искренне верю, что Запад – это пик цивилизации с его технологиями, свободами и качеством жизни. Но я открыт новому и не против узнать, как живут люди в других местах планеты. Несмотря на весь тот негатив, что так часто идет из наших телеканалов, это мотивирует меня и многих знакомых познавать другие культуры. У нас в Штатах в принципе все есть, и гоняться за новыми впечатлениями – это менять уже хорошее на посредственное. Но сделаю небольшое отступление. В последнее время все чаще люди обращаются к услугам гадалок и экспертам Таро. Но в последнее время от безнаказанности мошенников развелось большое количество шарлатанов. Но это не отменяет эффективности индивидуальных прогнозов на будущее, и я хочу поделиться сервисом, где вы можете получить бесплатный ответ на свой вопрос от опытных тарологов и гадалок. Ссылку оставлю в закрепленном комментарии. Не буду на этом заострять внимание, а продолжу историю. Это было мое видение до недавнего времени, пока я не посетил Россию. Я думал, что Россия отстает от Запада. Но чем больше я узнавал о ней, тем больше понимал, что она обладает своим уникальным шармом. И про девушку, и про страну. Она не была похожа на какую-то отсталую иностранку, наоборот, она общалась очень тактично, и по фото было понятно, что она очень воспитанная. Да, возможно, в некоторых аспектах Россия не так развита, как мои родные Штаты. Но это не делает ее хуже. Когда речь заходит о культурных различиях, это вообще отдельная тема. Простое угощение чаем в России может быть столь символичным жестом гостеприимства, на Западе такая редкость. Мне понравилось собираться вместе, когда ты приходишь в гости в России, и разговаривать за общим семейным столом. Такого у нас здесь редко встретишь, обычно, если и видимся, то в каком-нибудь кафешке между делами, и то чувствуется раздражение пространством. В то время как в России люди кажутся более открытыми к новым знакомствам. Эти вопросы до сих пор остаются незакрытыми, даже когда я вернулся домой. Так что да, я могу сказать, что моя поездка в Россию – это не просто встреча с девушкой из интернета. Итак, наше знакомство с ней случилось совершенно неожиданно на одном из многочисленных форумов, посвященных путешествиям. Ее истории о России привлекли мое внимание. Переписка стала нашим ежедневным ритуалом, хотя это только в начале. Может быть, я сам, того не осознавая, искал на таких форумах именно общение с противоположным полом. Потому что, если честно, у меня на родине дела обстоят не лучшим образом. Если говорить о девушках, как можно встречаться с кем-то, если половина женщин вокруг феминизированы? На совместных вечеринках это всегда заканчивалось каким-то стыдом, вот такой я невезучий в этом плане. Но с этой девушкой из России было все иначе. Чем больше мы общались, тем больше я осознавал, что мне невероятно интересно узнать ее поближе. Я смотрел на Россию через ее глаза, через ее опыт и чувства, и мне казалось, что мне стоит приехать. Мне стало ясно, что я хочу большего, чем просто виртуальное общение. Я хотел встретиться с ней, увидеть те места, о которых она рассказывала, попробовать ту еду, которую она так любит, почувствовать атмосферу России своими ощущениями. Ну и, конечно, провести время с ней и обняться, для начала хотя бы подружески, с каждым днем желание увидеть ее и ее страну становилось все сильнее. Мне казалось, что я находился на грани большого приключения, на пороге чего-то по-настоящему важного в моей жизни. В один прекрасный момент, после нескольких недель нашей переписки, я понял, что уже не могу больше ждать. Мы оба чувствовали сильную связь, несмотря на расстояние, разделяющее нас. Я решил, что пора действовать. Почему бы мне не поехать в Россию, подумал я. Эта мысль взбудоражила мои чувства. Я начал планировать поездку, говоря ей о своих намерениях делать ей сюрприз. Подготовка к поездке заняла некоторое время. Мне пришлось уладить множество формальностей, связанных с визой, билетами, бронированием отеля, но каждый шаг приближал меня к встрече с любимой. И вот все было готово. Я собрал чемоданы, проверил документы и отправился в аэропорт, полный предвкушения приключений. Эта поездка обещала стать началом новой главы в моей жизни, и я был абсолютно готов к ней. Я совсем забыл рассказать вам о ней. Ее зовут Анна. Она не похожа ни на кого, кого я когда-либо встречал. С первых строк нашего общения я почувствовал, что она особенная. Анна живет в небольшом, но очень красивом городе на юге России, где, по ее словам, летом пахнет морским ветром и цветами, а зимой все покрывается белым сияющим снегом. Она работает в местной библиотеке и учится на педагога. В свободное от работы время она фотографирует интересные локации и людей. Ее снимки – это не просто кадры. Эта история, застывшая в моменте, полная чувств и эмоций, будто бы она умеет видеть красоту в самых обыденных вещах, находить радость в малом. Ее заразительный оптимизм, взгляд на мир, стремление делать жизнь ярче и насыщеннее – все это глубоко затронуло меня. Мы много говорили и о личной жизни. Она очень романтичная. Мне казалось, что с ней я могу быть самим собой, делиться своими мыслями и чувствами, без страха сказать что-то не там или быть отвергнутым. Аккуратный носик и очень ровная кожа. А ее стиль в одежде привлекает своей простотой, но и не дает заскучать. Ведь она как-то умудряется подбирать вещи так, чтобы они подчеркивали все ее достоинства. На вид она была не очень высокой, и я надеялся, что моих шесть дюймов будет достаточно, чтобы не казаться рядом с ней маленьким. День отъезда в Россию начался с раннего рассвета, когда я поднялся, чтобы собраться и отправиться в аэропорт. Аэропорт был переполнен людьми, но я был наполнен непоколебимой уверенностью. Полет прошел без особых происшествий, и несмотря на долгие часы в воздухе, мое возбуждение только усиливалось с приближением к посадке. Но сама дорога заняла очень много времени, ведь прямых рейсов в Россию не было, пришлось использовать несколько других стран, чтобы попасть туда, куда мне нужно. Прилетев в Россию, я почувствовал себя, как в новом мире. Воздух, звуки, запахи. Все казалось таким непривычным, но в то же время чрезвычайно возбуждающим. Ведь я понимал, что вот оно то, к чему я так долго шел. Анна встретила меня в терминале, и ее объятия были самым теплым приветствием, о котором можно было мечтать. Все мои волнения испарились. Я совершенно был растерян и не мог из себя выдавить ни слова, пока мы не вышли из аэропорта и не сели в такси, которое уже ждало нас у выхода. Только когда мы оторвались от этого шума, в виде часто мелькающих на русском языке слов, которые я знал плохо, я смог сконцентрироваться на диалоге с Анной, ведь со мной она разговаривала на английском. Через час мы с ней общались уже как хорошие и добрые друзья. Аня довела меня до отеля и помогла разобраться с тем, как тут все устроено, и передала меня в руки персонала гостиницы, который, хоть и плохо, но знал английский. Это, конечно, было для меня немного в новинку. Я привык, что персонал, да и люди в целом знают английский. Я думаю, люди из Штатов, кто прочитает эту историю, это подтвердят. Английский язык, особенно его американский вариант, это самый распространенный язык в мире, и плохо знать его или не знать вообще, это нарушение, караемое лингвистической полицией. Да ладно, шучу. Просто неприятно испытывать трудности. В общем, я немного отдохнул и поспал. Аня заказала мне доставку еды прямо в номер, я смог подкрепиться. И мы пошли в бар, расположенный неподалеку от ее дома. Это было уютное место с атмосферой, которую словами то трудно передать. Что-то среднее между андеграунд-баром и чем-то приличным. Здесь было полно людей, смеющихся и разговаривающих, что создавало ощущение бурлящей жизни. Вообще город, в который я прилетел, насколько я понял, это довольно маленький по меркам России город. Ну и по меркам Штатов, ты уж точно маленький, с нашим-то Нью-Йорком. И по всей видимости, на весь город тут несколько баров, где люди и старый молод собираются. Недолго после того, как мы разместились, к нам подошел местный житель, который, по-видимому, сразу же понял, что я иностранец. Он представился имя, я уже забыл, и был очень дружелюбен. Давайте будем называть его Иван, ведь все в России Иваны. В общем, Иван был настоящим примером российского гостеприимства. Он взял нам пиво и вина, настаивая на том, чтобы угостить нас, чтобы мы могли лучше почувствовать себя как дома. Он был очень интересен в общении, задавал множество вопросов о жизни за рубежом, интересовался моими впечатлениями о России, делал он это все через мою подругу Аню, и она оперативно все это переводила. Очень уж Иван был любопытным, но ненавязчивым и вообще не вызывал раздражения. Он был немного выпившим, в принципе, как и все люди в том заведении, но он держался молодцом. Мне понравилось давать такое мини-интервью. Я почувствовал себя каким-то важным. Люди ждали и были готовы ковры мне под ногами стелить. В общем, мы обсудили различия в культуре, традициях, еде и многом другом. Особый интерес вызывала политика. Меня расспрашивали, как у нас тут в Штатах устроена политическая система, и чего хочет на самом деле наше правительство. Этот вечер пролетел незаметно, наполненный смехом, интересными историями и живым общением. Иван дал много советов, куда стоит сходить, и что обязательно стоит попробовать в России, он оказался настоящим знатоком своей страны. И встреча с ним дала особое очарование этому вечеру. И я был благодарен за эту неожиданную встречу, которая показала мне российское гостеприимство в лучшем свете. Вряд ли у нас дома были бы так рады приезжему. Очень уж их много у нас, и фраза «меньше народа, больше кислорода» очень точно описывает ту ситуацию. Если ты не американец, но этот вечер укрепил мои убеждения в том, что путешествие – это не просто перемещение из точки А в точку Б, это возможность встретить невероятных людей, узнать что-то новое о мире и скорректировать те убеждения, которые у тебя появляются во время жизни на родине. После насыщенного вечера в баре я и не заметил, как Иван заказывал все на свое усмотрение, и получилось так, что напитки перемешались. Я понял, что потерял контроль над тем, сколько и что я выпил, но вроде бы все было в порядке. В голове уже начал проясняться план на оставшуюся часть ночи и предстоящее утро. Ведь работа себя ждать не заставит, и от обязанностей никто меня не освобождает. Но это не означает, что можно игнорировать рабочий график, установленный моим работодателем, который даже и не подозревает, что я сейчас нахожусь не дома. Понимая, что пора возвращаться к обычному режиму, я начал пить воду и ходил в туалет, постепенно собираясь домой. Но прежде чем я мог окончательно покинуть это место, полное новых знакомств и ярких впечатлений, передо мной стояла задача отвезти домой Анну, мою подругу, с которой мы провели весь этот вечер. Мы вышли из бара и направились к ее дому, разговаривая о разнообразных темах, которые так или иначе всплывали в нашем общении на протяжении вечера. Атмосфера была наполнена легкостью, но неожиданно Анна почувствовала себя плохо. Сначала я подумал, что это просто усталость или легкое недомогание. Но вскоре понял, что дело серьезнее. Состояние быстро ухудшалось, и я осознал, что необходимо немедленно действовать. Моя первая мысль была о том, чтобы как можно скорее доставить ее домой и вызвать врача, если это потребуется. Однако, понимая, что в чужой стране я в принципе беспомощен, как и куда я тут пойду в случае чего, я был резко испугался и еще сильнее старался донести Аню до дома, чтобы там помочь ей. Она плохо ходила, ее шаги были как шлюпку на водах, я держал ее чуть ли не на руках, но от этого ей не становилось лучше. Я вдруг вспомнил, что она невысокая и хрупкая девушка. Выпила примерно столько же, сколько и я, высокий парень, это не могло на ней не сказаться. Но сейчас мне нужно было придумать, как ей помочь. На полпути наши планы поменялись. Ее глаза закрывались, и мы кое-как доехали до ее дома, в магазине во время ее все равно было плохо, и она сказала, что ей нельзя идти в таком состоянии домой, потому что там ее отец, и он ее убьет, если увидит ее такой. В этот момент мне стало ясно, что ситуация выходит за рамки простого посещения бара и превращается в нечто гораздо более серьезное. Беспомощный взгляд и тревога в голосе заставили мое сердце сжаться от сочувствия и беспокойства. Решение пришло спонтанно. Я предложил ей остаться у меня на ночь, чтобы утром, когда все уляжется, мы могли подумать, как лучше поступить. На улице уже было темно, и холодный ветер заставлял нас думать быстрее. Мы пошли к моему дому. Вся эта ситуация, может быть, ей было стыдно, может быть, ей было просто плохо. По дороге мы мало разговаривали, казалось, и слова были лишними в этот момент. Единственное, что я мог сделать, это пытаться утешить ее и дать понять, что я рядом и готов помочь. Что ей не стоит переживать о том, как она выглядит сейчас в моих глазах. Мы молодые и неопытные, конечно, может случиться с каждым из нас. Я начал переживать не меньше, чем Аня, и решил закурить сигарету, чтобы получить хоть какую-то уверенность. Обычно табак расслабляет и успокаивает нервы. Аня, увидев, что я курю, попросила закурить тоже. И я подумал, что это будет неплохой идеей. Мы остановились, чтобы покурить и немного перевести дух. Я уже представлял, как мы бы пришли ко мне, я бы сразу же поставил чайник и начал готовить горячий чай, пытаясь согреть и успокоить Анну, укутав ее в плед. Может быть, у меня получилось бы ее приободрить, но сейчас я пытался не думать о том, что будет завтра, сосредоточившись на том, чтобы помочь моей подруге пережить эту ночь. Когда я решил дать ей выкурить сигарету, она особо не курит, насколько я знаю. Но по собственному состоянию я знаю, что когда мне плохо, и я покурю, мне становится лучше. Но моя подруга стала перевозбужденной и тревожной. И тут уже нужно было либо везти ее домой, либо в больницу в таком состоянии, ее в такси вряд ли посадишь, потому что она уже запачкала, и в какой-то момент она еще и начала плакать. И знаете, я никогда не видел ее плачущей, она казалась мне такой позитивной и открытой, но тут она разрыдалась, и я был шокирован видеть внутри для себя мысль, которая пришла мне в голову. Это как можно скорее добраться до моего номера, где есть персонал отеля, который в случае чего может помочь. Я вспомнил, что рядом есть автобусная остановка, и решил на удачу дойти до нее, и от чуда, как раз когда мы проходили мимо, я увидел автобус, который шел мимо моего отеля, я достал деньги, заплатил оплату, и мы помчались к дому. Я постоянно держал Аню за руку и оберегал, она сказала, что хочет в туалет, я не знал, насколько ее хватит, чтобы терпеть, и как долго нам еще ехать, поэтому я открыл карты и увидел, что рядом с моим отелем есть круглосуточное кафе, и по приезде мы зашли в это кафе, потому что она бы описала инициации, когда мы отмечали выпускной, а тут в первый день знакомства такие приключения. Я уже был в полном порядке. Конечно, мне нужно было управлять ситуацией в незнакомой стране и отвечать не только за свою жизнь, но и за жизнь моей новой подруги. После того, как мы вышли из кафе, чтобы Аня могла воспользоваться туалетом, я понял, что ей становится только хуже. Но, слава богу, мы были уже близки к моему отелю, где я мог оставить, чтобы присмотреть за ней. Как только мы вернулись к моему дому, я помог ей подняться по лестнице, она была слаба и еле держалась на ногах. Поэтому я взял ее на руки и затащил в квартиру, она была в таком состоянии, что ей определенно требовалась помощь, я одел ее в свои вещи, потому что ее собственные были грязные, и музыка измазали. Затем я уложил ее на диван, укрыл теплым одеялом и убедился, что она чувствует себя как можно более комфортно. Я сходил за аптечкой на ресепшене и взял то, что мне посоветовал персонал, после чего пулей побежал к Ане, чтобы она смогла выпить что-то из этого, и ей стало полегче. Но ее глаза были полны слез от усталости, облегчения и, возможно, от страха перед тем, что же я о ней подумаю. На следующий день я поставил рядом с диваном ведро на всякий случай и оставил, она выпила таблетки, которые, возможно, успокоили ее, потому что она как-то резко перестала плакать и стала более предсказуемой и менее тревожной. После того, как я сделал все возможное, чтобы обеспечить ее комфорт, я пошел спать на кресло рядом. Я не мог уйти далеко, ведь не знал, что может потребоваться ей в течение ночи. Лег на кресло, я не мог полностью расслабиться, моя голова была полна мыслей о том, что ей может стать еще хуже, и не нужно ли было сразу ее отвезти в больницу, и что я мог бы сделать, чтобы помочь ей сейчас. Несмотря на физическое и эмоциональное истощение, мое сердце было полно решимости быть рядом с ней и поддерживать ее, независимо от того, что нас ждало впереди. Я заснул с мыслью о том, что то, что будет завтра, будет завтра. Сейчас я могу немного отдохнуть. Утром, когда у меня прозвенел будильник, я проснулся, услышал тихие звуки движения в номере. Анна медленно поднялась с дивана, ее движения были осторожными, будто каждый ее шаг вызывал дискомфорт. Я встал, чтобы помочь ей, но она отмахнулась, говоря, что чувствует себя лучше, и что ей очень стыдно за произошедшее. Ее глаза были опухшие от плача, но в них читалась искренняя благодарность за заботу и понимание. Я настоял на том, чтобы сделать ей чай, пытаясь хоть как-то облегчить ее состояние. Пока вода закипала, я пытался найти слова, которые могли бы утешить ее, но все, что приходило в голову, казалось недостаточным. В конце концов, я просто сказал, что всегда рядом и готов помочь, если она в этом нуждается. Анна приняла чай, ее руки слегка дрожали, когда она взяла чашку. Мы сидели в тишине, лишь изредка разговаривая о том, о чем мы говорили в баре. Через пару часов, когда я уже начал работать, Аня медленно подошла ко мне, она сказала, что ей нужно идти, что ей неловко оставаться здесь дольше, несмотря на мое настойчивое предложение остаться, до тех пор, пока ей до конца не станет лучше. Ее голос был еле слышен, а взгляд наполнен стыдом и благодарностью одновременно. Я понимал, что ей непросто говорить об этом, и не стал ее сильно останавливать. К тому же мне нужно было работать. Я помог ей собрать вещи, которые она рассеянно оставила по квартире, сказал, чтобы она пока что оставила себе мою одежду, мол, потом вернет, когда свою постирает. Прощаясь, я снова напомнил, что она может обратиться ко мне за помощью, в любое время, на что она лишь кивнула, еле сдерживая новый приступ слез. Когда дверь за ней закрылась, я сходил в душ, чтобы немного освежиться. Мне было тяжело, было сложно собрать все воедино, потому что произошел какой-то апокалипсис, и я чувствовал себя бессильным, не в силах осознавать, что же на самом деле произошло в тот вечер. Но спустя какое-то время, когда я работал, я с ужасом обнаружил, что потерял паспорт. Мгновенно вспомнил, как вчера вечером, вернувшись домой, клал его на столик в прихожей. Мое сердце ушло в пятки, ведь паспорт в чужой стране – это не только документ, но и гарантия того, что ты вернешься домой. Я перерыл все свои вещи, но паспорта там не оказалось. В голове начали смутно всплывать воспоминания о том, как вчера мы с Анной зашли в кафе, чтобы она могла воспользоваться туалетом. Может быть я оставил его там, подумал я, решив не терять времени, я поспешил в это заведение, надеясь, что паспорт еще там. Весь день на работе я не мог сосредоточиться, мысли постоянно возвращались к потерянному паспорту. Я решил не тянуть кота за хвост и пойти искать свой потерянный паспорт в кафе. По дороге я попытался связаться с Аней, чтобы узнать, как она себя чувствует после вчерашнего, но мои сообщения остались без ответа. Возможно она спала, подумал я. Ведь ее состояние вчера требовало нескольких часов, чтобы восстановиться. Придя в кафе, я сразу обратился к администратору и объяснил ситуацию. Языковой барьер дал о себе знать, я сильно нервничал и общался очень эмоционально, за что мне до сих пор стыдно. У меня перед глазами начали мелькать кадры того, что я никогда не верну домой, и что я обречен остаться тут, в России. Я дрожащими руками достал телефон и начал писать в переводчик то, что я говорил словами. Диалог наладился, и к моему неописуемо облегчению, паспорт был найден одним из сотрудников вечером, оставлен у них на хранение. Получив документ, я почувствовал, как с плеч упал тяжелый груз. Я поблагодарил персонал за честность и заботу, а затем отправился домой, чтобы продолжить работать. Весь вечер я думал о Ане, ее молчание волновало меня. Я понимал, что после всего, что произошло, ей, возможно, нужно время, чтобы прийти в себя и обдумать все события. А вдруг она вообще не захочет со мной общаться после всего того, что произошло? Ну ладно, я тоже же бы, если не съездил сам, не поверил бы, что в России можно жить, и жизнь там ничуть не хуже, чем тут, у нас в Америке. Я бы никогда не понял этого, если бы не Аня, и несмотря на тысячи километров между нами, мы с ней продолжаем общаться. Мы делимся друг с другом каждым значимым, а иногда и даже незначимым моментом в нашей жизни. Эта связь оказалась намного сильнее всех ожиданий, и сохранение этого контакта помогает ощущать себя ближе, несмотря на географическую удаленность. Знакомство и приключения в России стало для обоих чем-то особенным, что связало нас навсегда. Мы часто обсуждали будущее, мечтая о совместных путешествиях, встречах и, возможно, совместной жизни. Этот опыт научил меня ценить момент, быть открытым к новым впечатлениям и никогда не сдаваться перед лицом непредвиденных обстоятельств. Сейчас, из-за того, что ситуация обостряется, я не рискну ехать в Россию еще раз. Но на самом деле мне просто лень делать визу. Я пригласил Аню встретиться где-нибудь в Азии этой весной. Она сказала, что это классная идея, но конкретного ответа я пока что не получил. Держу в курсе. На этом сообщение заканчивается, и я думаю, что каждый для себя сделает выводы сам. Это очень показательная история, и тут ясно одно, что дружить нам с ними можно, но зачем нам их просвещать и погружать их в нашу действительность.